Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я начал прокачивать новую веточку ПТ-шек и, соответственно, решил снять обзор на те машинки, которые я уже открыл. Я, к сожалению, не имею такого количества свободки, чтобы прям до 10 уровня доскакать и все показать. Поэтому сегодня сделаем обзорчик на то, что у меня по силам получилось открыть, а именно на SEMEVENTE M41. Что собой машинка представляет? ПТ-шка. ПТ-шка вполне себе заурядная. На меня она никакого впечатления, честно говоря, не произвела. Сразу обозначу. Я играю не в топовой комплектации, потому что я посчитал, что мне и без свободки все равно необходимо будет, точнее до свободки, мне необходимо добавить в районе 370 тысяч, чтобы дойти до 10 уровня. Поэтому тратить опыт, зарабатываемый на машине, на то, чтобы делать ее лучше, чтобы потом перейти на уровень выше, я решил не заниматься этим и пройтись исключительно по тем видам оборудования, которые необходимы для открытия техники. Вот, как видите, все, что я открывал, и точно так же я и дальше пойду, открыл себе пушку, ну и, соответственно, дальше буду 118К набивать на восьмерку, чем тратить это все сюда. Что могу сказать вам про пятый уровень, то есть про старт? Броня у него, ну, я бы сказал, отсутствует. То есть вот сюда вот вполне спокойно вас прошибают, а уж тем более ребята, которые старше по уровню, ну, прям вообще без печали. Одноклассники могут там еще прошивать, вот здесь полоска такая есть. Короче говоря, я бы сказал, что броней эта машинка не страдает, в кавычках говоря. Что собой представляет орудие? Орудие собой представляет по времени сведения по разбросу, обязательно заценим сейчас в катке непосредственно в бою. По урону для пятого уровня полтора косаря, вроде бы как бы и неплохо. 160 единиц альфы, пробитие, я бы сказал, на грани, вот прям совсем на грани. Угол склонения вниз минус 7, вроде бы он должен быть нормальный, но мне в игре все-таки немножко не хватило. Давайте заедем сейчас в каточку, посмотрим, как катается самовенте М41 в рандоме сейчас. Ну и, соответственно, поймем с этого, насколько сложно будет выкатать вам шестой уровень и подняться на один левел выше. На данный момент, с учетом того, что ветку только ввели, запрыгивать в бой, честно говоря, очень сложно. Мест мало, как вы видите, ПТ-шек 160, но тут даже тяжей, я бы сказал, только что меньше было, чем ПТ-шек. Поэтому, как бы и сложно по времени и, честно говоря, дискомфортно в таких условиях выкатывать ветку. Кому не горит, кому не чешется, лучше обождите деньков эндок 3 или 5 и, соответственно, в дальнейшем будет все гораздо проще. Мрандому стаканится, успокоится, все пройдут через эти левелы, кто хотел, ну и дальше вы себе спокойненько будете заходить в бои без приключений. Пользуясь случаем, хочу попросить каждого из вас обратить внимание на то, что 75% зрителей моего канала смотрят видео на постоянной основе, то есть вам нравятся мои видео. И в то же время вы не подписываетесь на мой канал. Для вас эта подписка ничего не значит, поэтому вы, скорее всего, и не отдаете этому должного значения. Для меня же ваша подписка это возможность конкурировать на просторах YouTube с мастодонтами, которые этот YouTube просто-таки оккупировали своими видосами и своими каналами. Поэтому, ребятки, если вам не сложно и вам нравятся мои видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну и, соответственно, продолжайте смотреть мои видосы. Я буду обязательно вас радовать все новыми и новыми честными обзорами на танки средними руками и на товары в магазине без шелухи и каких-либо прикрас. На данный момент продолжаем ждать захода в бой. Я сейчас попытаюсь еще раз. Я не знаю, правда, изменит это что-то или не изменит. Попаду, не попаду. Ну, в конце концов, давайте возьмем просто музыкальную паузу. Итак, друзья мои, простите за долгое ожидание. Поверьте, это не от меня зависит. Если бы от меня зависело, я бы с первой секунды в боях уже сидел. Но таков сейчас рандом, потому что все начали качать эту веточку. И, понятное дело, что балансер должен попытаться хоть как-то разбросать команды. Ну, а когда у вас ПТ-шек больше, чем всех остальных танков, согласитесь, довольно сложно. Что собой представляет машинка по подвижности? По подвижности машинка, напомню, на базовых гуслях, на базовом двигателе, в принципе, едет. Я не могу сказать, что у нее прям нет подвижности. Это, конечно, не ракета, но передвигаться можно. И, в целом, ей достаточно. Я не могу сказать, что я страдал, когда играл на ней именно от скорости движения. Что по сведению? Сведение как-то вот у всей ветки реально какое-то очень долгое. Вот я добрался сейчас до седьмого уровня. И для меня сведение это стало вот прям, ну, самой большой-большой бедой. Даже не подвижность, даже не броня посредственная местами. А именно, вот, время сведения орудия. Потому что с таким временем сведения отыгрывать просто в край сложно. Вот, ну, прям совсем-совсем. Откатывается назад и вот как-то так разворачивается, да, когда назад сдаешь. Довольно бодренько. Мне, честно говоря, нравится. По тому, насколько орудие точное, я не могу высказать каких-то претензий. Если не считать, сколько сил необходимо и нервов для того, чтобы свестись, то после сведения вы, в принципе, довольно точно отбрасываете. То есть сказать, что орудие косое, конкретно на данной машине, я не могу. Я имею в виду топовое орудие. Скажу откровенно, базовое орудие я даже не играл. Я играл на топе и, соответственно, топ сейчас орудие и показываю. Так, вот еще один товарищ, такой же, как мы. Как вы видите, даже для самого себя брони нет. И вот то, что ко мне сейчас прилетело с непробитием, это исключительно вот рандомный такой рикошетик, как я его люблю называть. Это явно не вот прям на постоянку, да, как говорится. Так, отходим назад немножко. Как только сейчас мы, Джай, там разберется с товарищем, мне станет здесь совсем худо. Ну, покажи еще немножечко себя, для того, чтобы, блин, к тебе успели добрать. Просто прелесть. А я добрать не успел. Посадили меня на гуслю. Но бой как сыгрался, так сыгрался. Будьте готовы к тому, что вы точно так же будете на данной машине отыгрывать, если планируете переходить на левел выше. Ну что, досматриваем этот бой, смотрим на другого Самуэнте и запрыгиваем во вторую катку, для того, чтобы объективно посмотреть на машину в бою. Итак, друзья, за вот такой вот бой, практически типичный для этой машины, по крайней мере, по моему опыту, я получил фиг да нифига опыта, с учетом того, что проиграл, и в нашей команде по урону я, ну вот, в средничке, да. Заметьте, что еще один тоже в средничке, а один действительно красавчик накидал мама не горюй. Ну, скорее всего, ему повезло где-то с игровой позиции, или больше фартило попадать, ну, либо в него меньше попадали и целились. Так или иначе, вот так вот машинка играется практически из боя в бой. И будем говорить откровенно, хорошо это или плохо, я не знаю. Есть машинки на пятом уровне, в виде ПТшек, я имею в виду, более годные. С этим особо не поспоришь. То, что необходимо действительно отметить в М41, это то, что альфа для своего уровня действительно достойная. То есть ты не страдаешь от недостатка альфы, это уже хотя бы что-то. Но вот все остальные игровые моменты по ПТшке, они все-таки заставляют немножко понапрягаться. Честно говоря, когда я начал качать эту ветку, да, когда она появилась, и, соответственно, взял эту машину первый раз в руки, я почему-то вот воодушевленный такой был, и ожидал, что прямо сейчас я заеду, да, как своим точным орудием, начну всем накидывать супер высоким пробитием, что все прям плакать начнут. А нет. И, наверное, это правильно, потому что если каждая ветка будет лучше, чем предыдущая, то, соответственно, играть будут только на этой ветке, а предыдущие будут морально устаревать. Здесь же сейчас разработчики, мне кажется, с танчиком пятого уровня поступили абсолютно честно и благородно. Они не наделили его какими-то имбовыми показателями, для того, чтобы он прям с лету не начал выпячиваться из общего строя техники на этом уровне. Поэтому в целом, ребят, ожидать, что вы получите какой-то уникальный танк на пятом уровне, нет, абсолютно ничего уникального. Обычная проходная машина, может, у кого-то ради коллекции, ради интереса останется в ангаре, не знаю. У меня однозначно не останется, я продам эту машину как только, так сразу. Ну, просто потому что мне она, честно говоря, не сильно понравилась. Что касается сложности выкатать, да, то есть пройти на левел выше, я вам скажу откровенно, с учетом даже всех недостатков по данной машине, с учетом того, сколько вам необходимо набрать опыта для того, чтобы подняться на уровень выше, в целом, вам не понадобится свободка для того, чтобы это сделать, если вы никуда не торопитесь. Я добавил свободки, я открыл за свободку по одной простой причине, потому что у меня есть жажда как можно быстрее открыть 10 левел, ну и, соответственно, я готов был потратить свою свободку на это. Ну, а что касается, если не торопиться, то вполне спокойно будете катать вот так от боя к бою, и, в принципе, за какие-то там несколько десятков боев вы вполне спокойно откроете себе следующий уровень, и будет вам счастье. Поэтому не готовьтесь к тому, что прям обязательно надо будет свободку сливать, не прям совсем унылая машина, играть можно, отыгрывать получается, иногда вот эти рандомные рикошеты радуют, точность орудия, опять-таки, с рандомным попаданием без полного сведения тоже не может не радовать. Короче говоря, я бы сказал, что, несмотря на все ее минусы, машинка все-таки позитивная, не выдающаяся, но однозначно не унылая и не совсем туфтовая. Просто обычная нормальная играбельная машина, абсолютно проходная. Как она будет играться в ваших руках, это уже зависит, безусловно, от вас, от ваших способностей, от ваших умений, ну и, соответственно, от того, насколько усердно вы будете изучать данную машину в боях. Я имею в виду, насколько скрупулезно к этому процессу отнесетесь. Я же отнесся к этому процессу просто пройти на следующий уровень, поэтому озвучиваю свое мнение, не покатав на ней 20-30-100 боев, но пару десятков своих я откатал, ну и, соответственно, для себя понял, что в ангаре она у меня оставаться однозначно не будет. Так, ну что, попробуем затащить. Не знаю, правда, получится или нет, у меня нет ремки. Добрали товарища, и на том большое спасибо, как говорится. Так, ну что, ремкаемся, ремка вернулась, погнали. Шансы есть, шансы неплохие. Ба, даже доехать не успел. Победа, ребят, чистой воды. Ну что, посмотрим по результатам этого боя, что получилось у нас накидать. Соответственно, сколько приблизительно опыта нам за это дадут. Ну и с этого будем понимать, сложно ли перейти на следующий уровень. Значит, смотрите, грубо говоря, 1000 урона, да. Знак классности третьей степени, не обращаем внимания, танчик только начали играть в рандоме. Нам дали вот кредитики, да, это уже хорошо. И в нашей команде мы заняли, сейчас, секундочку, по кредитам давайте сначала разберемся. Значит, по кредитикам вот инфа вам есть, да, 1304 с учетом према. Без учета према, боевого опыта, с учетом там всего, что активировано у меня было, 870. Активированного у меня, насколько я помню, особо-то ничего и нет. У меня бустеры отключены, значит, тогда чистый доходняк, да. И что касается, ребят, по тому, что мы заняли в команде по урону. Значит, смотрите, в команде по урону мы заняли первое место в этом бою. Но опять 990 урона, не 1400, как у того товарища на предыдущей катке. А у этого товарища получилось настрелять. То есть, скорее всего, к машинке просто нашли больше подхода, чем я. Ну и, как я уже говорил, более скрупулезно отнеслись к данному вопросу. За себя могу сказать следующее. Я прошел за свободку, но вам не рекомендую. Вы вполне спокойно сможете пройти М41 и без использования свободного опыта. Чего я вам и желаю. На данный момент у меня все. Это был абсолютно честный обзорчик на данную ПТ-шку. Катать или не катать решать вам. Ровно как и подписываться или не подписываться на канал. Но если вы все-таки за честные обзоры, то милости просим по желтому шильдику в правом нижнем углу. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова